Программу «Вечер в Владимире» продолжает «Вечерний зефир». Напоминаю, что мы в прямом эфире. Телефон студии 44-40-47. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. А я знакомлю вас с нашей гостью. Это Полина Артюх, зоопсихолог. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Расскажите нам, кто же такой зоопсихолог и чем он может помочь? Зоопсихолог занимается коррекцией поведения, психики животных. И при проблемах поведения, конечно, он может помочь. И еще зоопсихолог занимается воспитанием щенков, помогает вырастить щенка, который будет хорошим компаньоном. А как вы пришли к этой профессии? Что вас подталкнуло? Откуда взялся интерес? Это давняя история. Больше 20 лет назад у меня была собака Колли, моя первая собака. И она была такая умница, и так я ее любила. Но понимала, что из-за нехватки знаний я не могу полностью раскрыть ее интеллектуальный потенциал. То есть у нее не было проблем в поведении. Но я понимала, что эта собака может больше, чем она показывает мне. Но я не знала, как ее можно этому научить, и как вообще с этим можно работать. Тогда не было в доступе широкой информации. Тогда еще не было интернета доступного. И тогда я узнала, что в Петербурге живет и работает Наталья Дмитриевна Криволопчук, основатель отечественной школы прикладной зоопсихологии. И я написала ей письмо, я написала ей, что хочу в нее учиться. И она пригласила меня. Она в тот момент вела курс прикладной зоопсихологии в Петербургской академии ветеринарной медицины. И я у нее училась. И мы потом очень долго общались. Я приезжала к ней на стажировки. Мы вместе работали. И мне очень приятно, что моя работа немножечко помогла ей в ее большом деле. И даже вошла в этот учебник прикладной зоопсихологии, который рекомендован для вузов и для обучения кинологов. Этот учебник вышел в 2008 году. Так что вот. И с тех пор я стала работать в качестве зоопсихолога с животными. Многие понимают, как происходит общение психолога с человеком. Например, к вам наверняка же обращаются с проблемами. Например, нет контакта с животным. Или животное хулиганит. Вот как проходит прием зоопсихолога? Нужно ли приводить свое животное? Либо вы можете удаленно уже сказать, как справиться с проблемами? Кстати, насчет удаленно, да. Да, с кошками как раз чаще всего удаленно. С кошками все понятно уже. Дело в том, что если взять, например, кошку, выдернуть из ее привычной среды. Сейчас большинство кошек живут в квартире и не ходят гулять даже. Часто не приучены к переноскам. Для них даже поездка в ветеринарную клинику иногда оборачивается большим стрессом. Так вот, ну что может понять зоопсихолог, увидев вот эту кошку в стрессе? Понятно, что это смажет общую картину поведения. Поэтому онлайн и удаленно мы общаемся как раз по поводу проблем поведения кошек. Почему это еще подходящий метод? Потому что у кошек, которые, повторюсь, живут дома, на замкнутой какой-то ограниченной территории, у них все проблемы поведения обусловлены особенностями содержания. И они решаются как раз изменением условий содержания. Поэтому из диалога с владельцем чаще всего специалист понимает, в чем причина такого поведения животного и что нужно изменить, чтобы оно перестало испытывать стресс. И вот так его проявлять, как вот не нравится хозяину. С собакой, конечно, все по-другому. Здесь надо смотреть на животное, смотреть на сигналы, которые она нам посылает. А посылает она своим внешним видом, поставом ушей, поставом тела вообще, поворотами головы. То есть это такой обширный очень язык, который считывает специалистов по поведению животных. Плюс, опять же, это беседы с хозяином, которые описывают, в каких ситуациях собака себя ведет, как проходило ее детство. От этого, кстати, тоже очень много зависит от того, как щенка выращивали. Это прям вот фундамент благополучия собаки. Он закладывается в детстве, в щенячестве. С чего начались проблемы, страхи, например. Может быть, был какой-то случай, когда щенка испугали. А иногда страхи как будто из ниоткуда возникают. Тоже такое бывает. Ну, то есть, да, тут работа уже идет и с владельцем, и с животным. А с какими проблемами наиболее часто сталкиваются люди, которые вот только взяли, например, щенка? Ну, с тем, что щенок все грызет и кусается. Очень часто ко мне обращаются с такой формулировкой. Помогите решить проблему агрессии у собаки. Спрашиваешь, какого возраста собака? Два месяца. Ну, нет, конечно, в таком возрасте никакой агрессии. Это просто игровое поведение. Игровое и исследовательское. Щенок, кусая вас за пятки, пытается с вами взаимодействовать. Пытается, он же не знает человеческого языка пока. Он пытается установить контакт и таким вот методом погружения понять, как с вами можно разговаривать. Если вы начинаете подпрыгивать, да, кричать весело, бегать от него по комнате, то он понимает, ага, кусай, здорово, начнется веселая игра. Если он грызет какие-то вещи, которые находятся в доступе, то он исследует окружающий мир. А как он еще может исследовать? У него нет пальцев, как у нас, да, таких вот гибких и ловких. Он не может это взять в руки. Он может нюхать и может попробовать на зуб. И он не знает, что это предосудительно как-то. Вот. У них в природе так принято познавать окружающий мир. И вот второй вопрос, который меня чаще всего задают владельцы щенков. А как правильно щенка наказывать? Ну вот никак, товарищи. Потому что щенка не за что наказывать, по большому счету. Ему надо просто объяснять правила поведения не наказанием, а переключением и поощрением правильных действий. Тогда вы выстроите доверительные отношения со своим маленьким четвероногим другом. Он не будет вас бояться. Потому что, опять же, некоторые люди, там, собаке год, два, три, и они так с гордостью говорят. «Представляете, вот ей уже три года, она до сих пор боится газеты». Это хорошо, как вы думаете? По-моему, не очень, да? Собака не должна бояться своего хозяина, потому что для хорошего контакта необходимо взаимодействие в таком ключе, что собака воспринимает человека как защиту для себя от всего, что в этом мире может случиться. Как опору. А уж маленький щенок точно. А если это маленькая собачка мелкой породы, то тоже. Поэтому нет, если щенок должен опираться на хозяина, то хозяин не должен себя вести по отношению к щенку агрессивно. Это большая ошибка. У нас есть звонок телезрителей. Давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Полина. У меня такой вопрос. Если я боюсь собак, стоит ли кого-то завозить, чтобы быть хозяином своего питомца или нет? То, что для меня это не очень интересно. Я дома никого не держу и не завожу. Спасибо большое. Если, например, человек боится собак, но все равно хочет завести питомца. Насколько я поняла из вопроса, не то чтобы хочет, а думает, подойдет ли это в качестве терапии. Да, да, может быть, чувство страха побороться с таким образом. Я бы посоветовала сначала познакомиться с кем-то, у кого есть спокойная, неагрессивная, добрая собачка, с которой можно взаимодействовать. И, возможно, этот страх уйдет. Но заводить собаку изначально вот с таким отношением к ней, я бы не рекомендовала, потому что вы не сможете в каких-то ситуациях правильно отреагировать. И вот этот страх, он посеет между вами рознь, конечно. Нет, я бы так не рекомендовала. По крайней мере, начать эту проблему надо решать по-другому. В знакомстве с кем-то, с каким-то другим питомцем, чужим. Вот как раз-таки мы сейчас заговорили про заведение животных. Как выбрать питомца себе? Какие факторы нужно учитывать? Может быть, свой характер? И как подобрать породу? Да, однозначно нужно учитывать и свой темперамент, и характер. И главное, нужно очень внимательно изучить описание породы, ее историю и ее предназначение. Вот сейчас буквально крик души. Зоопсихолога. Очень много обращений с проблемами поведения у примитивных собак. Примитивный – это не какое-то обидное прозвище. Это кинологический термин. И означает он только то, что это определенная группа пород собак, которые сформировались не в результате отбора человеком по признакам поведенческим каким-то, для какой-то службы, а в результате естественного отбора. То есть эти собаки, эти породы сформировались сами собой, с минимальным участием человека или вообще без такого. И это очень независимые существа, с очень ярко выраженными инстинктами, с которыми очень трудно установить контакт. И если вы заведете примитивы, например, и того же пуделя, и будете вкладывать одинаковое количество усилий, времени в их обучение, то пудель вам даст гораздо большую отдачу и быстрее, чем представители этих пород. То, что они есть, то, что их заводит, это неплохо. Плохо то, что люди не знают, во что они ввязываются. Они не понимают особенностей этих собак и ждут от них реакции, как от пуделя. Но такого не будет. А вот мы с вами разговаривали перед эфиром, вы сказали, что бывают и породы такие, от которых, например, что-то требуют, в плане, например, дрессировки и каких-то навыков. Они просто этого дать не могут в силу своей породы. Да, вот то же самое с этими породами, про которые я сейчас говорила. Ну или, например, вот многие молосы, да, они довольно медлительные собаки. А если хозяин холерик, если он любит быстро принимать решения, если он быстро двигается, если он хочет быстрой отдачи, то да, ему будет довольно сложно с медленной собакой. И наоборот, если хозяин флегматик и завел бордер-колли, то, ну, скорее всего, будет провал в обучении. В общем, да. Вот есть такое направление, называется ноузворк. Я знаю, что вы им активно занимаетесь. Расскажите, что это такое, как это выглядит. Да, к большому счастью, в прошлом году в областном клубе служебного собаководства был семинар с участием судьи РКФ по ноузворку для инструкторов. И после этого мы стали развивать это направление у нас во Владимире. И у нас первая группа уже делает успехи. Некоторые собачки уже сдали тест на знание запаха, получили сертификат по рабочим качествам. В принципе, ноузворк – это спортивная кинологическая дисциплина. Она заключается в поиске целевого запаха. То есть прячут какой-то источник запаха в группе предметов, в помещении, на открытой местности, на транспорте, на отдельно стоящих объектах. И собаке предлагается найти. Собака должна найти и показать хозяину, что она нашла. Хозяин должен этот условный сигнал считать и сказать судье «мы нашли». Но дальше идет усложнение. Конечно, может быть, не один источник запаха спрятан, а несколько. Могут быть спрятаны раздражители самые разные, вплоть до пищевых, например. И это очень-очень хорошо нагружает собаке голову. Это такие шахматы для собак. А для владельцев это шахматы на этапе обучения. Ведь это же обучение на положительном подкреплении всегда. Как я своим ученикам говорю, ты можешь привезти коньяк в водопое, но ты не можешь заставить его пить. Точно так же ты не можешь заставить собаку нюхать, искать. Поэтому ты должен ее мотивировать это делать. А как ты ее мотивируешь, как ты ей покажешь разные способы обнаружения этого запаха. Что бывает, запах спрятан внизу где-то, а бывают высокие закладки. И нужно подстроить ситуацию таким образом, чтобы на позитивном опыте собака поняла, что бывает так, 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 все эти варианты суммировала. И потом уже работала самостоятельно, еще хозяину сообщала, я нашла, я отработала. Это очень-очень интересный спорт. И хорошо укрепляет контакт с хозяином, хорошо развивает собаку, нагружает голову собакам-компаньонам, которые часто, ну что уж говорить, маются от безделья в городе. Все ли породы способны, все ли породы одинаково проходят вот такие испытания? Заниматься таким бытовым поиском могут собаки любых пород. Любых абсолютно. И декоративные породы тоже занимаются. Единственное преимущество имеют, конечно, те, у которых длинный нос. Просто потому, что там больше рецепторов обонятельных. И у них лучше нюх, действительно. У охотничьих пород, которые работают по следу. У них больше развита сама эта функция мозга, да, анализа запахового. Поэтому они успешнее обучаются. Но есть собаки, ну, овчарки, все их виды, которые очень хорошо контактируют с хозяином. И очень хорошо делают выводы. И складывают дважды два. У них лучше дело обстоит со стратегией поиска. Поэтому здесь у всех есть свое преимущество. И вот сейчас, если смотреть соревнования по ноузворку не во Владимире, а вот в России, да, то там корги лидируют, например. А можно ли ноузворку научить других животных домашних? Можно. И даже есть ролики, где ноузворка обучает кошка. Они ходят, находят запах. Единственное, они делают это довольно медленно. Так вальяжно. Это не назовешь спортивным поиском. Но в качестве загрузки домашней кошки, которая тоже скучает без выгулы, да, в четырех стенах, тоже это можно использовать. Почему нет? Я бы рекомендовала. Вот, кстати, как зоопсихолог, как вы относитесь к различным стимуляторам, например, кошачьей мяти, которую часто, например, и в когтеточки добавляют, но иногда кошки ведут себя не совсем адекватно вот с этой кошачьей мятой? Ну, так вот, не надо. Если кошка ведет себя неадекватно, я не рекомендую это делать. Это значит, что, ну, как бы это негативная воздействия на ее нервную систему. Это состояние близко к опьянению. Вернемся все-таки к дрессировке. А какие виды еще дрессировки возможны? И в каком возрасте, например, можно дрессировать животных? Поддаются ли дрессировке уже взрослые собаки? Поддаются. И не устаю развенчивать этот миф о том, что старую собаку нельзя научить новым трюкам. Опять же, вот, возвращаясь к началу нашего разговора, к моей первой собаке, Колле, ее звали Лоре, когда я поехала учиться зоопсихологии, ей уже было 10 лет на тот момент. И вот я приехала с багажом знаний, давай все пробовать на своих собаках. И научила собаку тому, чему не могла научить ее даже в молодости. Так что можно научить и старую собаку. А что касается начала обучения, то, естественно, как только щенок пришел к вам в дом, полтора или месяца, два или три, обучение начинается сразу же, в тот же момент. И, в принципе, оно длится всю жизнь. Мы постоянно, в течение всей жизни своей реакцией даем собаке понять, правильно она делает или неправильно. И если нам не нравится то, что она делает, мы ей должны показывать, подсказывать, как нам понравится. И собака, она ведь очень прислушивается к человеку, она же зависит от нас. Поэтому, ну, она будет стремиться делать так, чтобы нам понравилось. Если ей объяснять правильно и по-доброму. А вот так правильно объяснять, например, собаке. И отличаются, ведь животным все равно нужно объяснять, и кошка ли, то собака ли. И отличается ли тактика объяснения, например, у разных животных, у собаки, у кошки. Или все, в принципе, механизмы одинаково работают? Ну вот смотрите, если брать в целом метод положительного подкрепления, он означает не ругать за неправильное поведение, а хвалить за правильное. Но нам нужно объяснить это правильное поведение. И вот тут фантазия дрессировщика, зоопсихолога, владельца, вот она должна работать. Методов, подходов, объяснений много. Самый простой это метод наведения. Когда вы берете, вот щенка, как мы учим, сидеть, рядом ходить, как. Мы берем кусочек в руку маленький и показываем, куда ему нужно идти. Водим за нос буквально. У меня даже есть упражнение, которое называется «Водим за нос». Он идет за этим кусочком и получает награду в тот момент, когда он делает правильно. Это метод наведения. Для обучения более сложным трюкам, ну, например, хождение назад. Ну, вот я стою, и собака идет от меня назад, задним ходом. Как этому научить? Собака очень неохотно будет отходить от человека. Мы используем мишени. Как я кладу коврик туда, позади нее. И предлагаю ей отступить немножко. Иду на нее, предлагаю ей отступить назад. Она попадает лапами на этот коврик и понимает, что да, что-то изменилось. Она чувствует, что другая поверхность у нее под лапами. Я в этот момент говорю «Молодец!» и даю ей кусочек. Потом я закрепляю это на команду. Потом я начинаю увеличивать расстояние, с которого она идет на этот коврик. А она понимает, что она должна оказаться на коврике, чтобы получить награду. И вот так вот маленькими шажками мы двигаемся к такому сложному трюку, например. Вот. Это метод мишеней. Есть, ну, как бы разновидность метода мишеней. Таргет, например. Когда у нас есть указка, а на конце этой указки шарик. Кошачий, кстати, шарик. Сначала мы учим собаку трогать носом этот шарик. А потом учим работать ее на расстоянии с помощью этого таргета. То есть мы вводим этой указкой, куда нам нужно, да, например, ходить по большому кругу вокруг нас. И собака идет, идет, идет за шариком и трогает его носом. Мы это все подкрепляем, а потом шарик стираем потихоньку. Тоже как вариант. То есть методов-то много. И все они на положительном подкреплении. То есть и для собак, и для кошек вот этот метод работает? Да. Да. Мы еще также перед эфиром с вами разговаривали о том, может быть, сейчас, конечно, не совсем в тему этот вопрос, а про собак, которые заводят и рассчитывают на то, что собаки будут ходить в туалет на пеленочке и считают, что с ними можно не гулять. Правильно ли это? Это категорически неправильно. И опять же, это крик души зоопсихолога очередной. Потому что собака не живет свою собачью жизнь полноценную в таком случае. Дело в том, что собака – это высокоразвитое существо. У нее очень хорошие мозги. И эти мозги требуют нагрузки. У нее когнитивные потребности даже у маленькой чихуахуа, полуторакилограммовой, очень большие. И эти потребности невозможно ни при каких условиях удовлетворить в границах квартиры, даже если эта квартира довольно большая. Она должна выходить на улицу не столько ради туалета, сколько ради получения информации. И если она не выгуливается, она эту информацию не получает. И мы получаем массу проблем поведения вплоть до неврозов. Поэтому, товарищи, не бывает пеленочных собак, чтобы вам кто не говорил. Не бывает. Если вы хотите здоровую, нормальную собаку, без проблем в поведении, каждый день она должна гулять. Каждый день. Даже если мороз, даже если слякоть и грязь, и даже если это маленькая собачка с длинной шерстью, она должна гулять. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. И дали столько полезных советов нашим телезрителям. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, эта информация будет полезна, пригодится кому-то.